Здравствуйте, я Александр Герасименко и сегодня отвечу на вопрос, как развивать свой талант. Вопрос очень актуальный, потому что талант без развития, это как патрон без пистолета. Ничего не стоит. Давайте начнем. Будет пять основных правил. Правило первое. Необходимо развивать талант, а не корректировать свои недостатки. Это кажется кому-то очевидным, кому-то кажется новостью, но правило очень важное. Когда мы ходили в школу, когда я ходил в школу, у меня были тройки по математике, пятерки по литературе. Конечно, мы учителя говорили мне, Саша, ты должен больше работать над своей математикой. И я фокусировал больше внимания на математике. Давайте задумаемся. За что нам платит мир деньги? За средние достижения или за высокие достижения? Смотрите, есть две шкалы. Одна шкала это будет моя литература, другая шкала моя математика. Представьте, что моя литература по шкале от 0 до 10 была на уровне 6. Моя математика по шкале от 0 до 10 была на уровне 1. Если бы я даже сфокусировал все свои силы на развитии моих математических способностей, я поднял бы их, возможно, до 5 либо до 6. Но мир не платит нам за 5 либо 6. Мир платит за 9 либо 10. Если бы я, в свою очередь, сфокусировал бы все внимание на литературе, я поднялся бы до 9-10 на литературе. И тогда бы уже мой талант развился. Дело здесь даже не просто в оплате, в деньгах. Дело в том, что мы чувствуем себя наиболее реализованными, когда наш талант реализуется. Просто я был бы счастливее, как человек, если бы я сфокусировался полностью на литературе. И пускай даже практически полностью забыл ту математику. Вот это принцип, который означает, что мы должны развивать свои таланты, а не пытаться корректировать свои недостатки. Совсем забыть недостатки тоже нельзя, потому что мы просто можем поставить под угрозу наше выживание. Я бы сказал так, что 80% нашего времени мы должны уделять на развитие таланта и 20% на коррекцию недостатков. И нужно соблюдать эту пропорцию. Правило для развития таланта номер два. Талант не развивается в одиночку. В одиночку он загибается. Этим правилом пренебрегают очень многие. Если вы программист, вы не можете научиться хорошо программировать. Даже пускай у вас будут самые лучшие книги, у вас будет самый быстрый интернет, самый лучший компьютер. Нет. Мы развиваем свой талант, поместив себя в команду. Лучшие программисты работают в лучших командах, потому что команда ставит высокий стандарт и не поднимается внутри этой команды. Если вы хорошо общаетесь, вы не можете дальше развивать свое общение, сидя дома или общаясь на Фейсбуке. Конечно же нет. Вы должны выступать публично. Если вы действительно хорошо общаетесь, вы можете даже выступать на нескольких языках сразу. Если вы спортсмен, вы не можете ставить новые рекорды или приуспеть в спорте, закрывшись в своем подвале и тренируясь там. Нет. Вам нужен будет тренер и вам нужно обязательно участвовать на соревнованиях, потому что тренер и соревнования ставят высокий перед вами стандарт, ставят перед вами высокую цель, к которой вы должны стремиться. Это было правило второе. Я повторю его. В одиночку талант не развивается, в одиночку талант загибается. Правило развития таланта номер три. Талант развивается там, где он поощряется. Вы заметили, что я пью чай. Сейчас я сижу в Сан-Франциско. Очень хороший чай. Он называется Самовар Лаунч Ти. Самовар – это русское слово, написано по-английски, очень интересно смотрится. Это навело меня на мысль. Когда я отдыхал в Шри-Ланке, на Мальдивах, в Китае, я не мог там выпить такого хорошего чая, какого я пью здесь. Хотя чай родиной из Азии, но достиг он своих высот в Америке, либо в Англии, и даже в России. Почему? Потому что талант развивается не там, где он рождается, а там, где он поощряется. И здесь люди смогли его оценить. Поэтому здесь искусство варенья чая было до ненадо совершенства. Кстати, Россия является первой страной по импорту чая. У нас тоже чай хорошо ценится. Поэтому мы способны оценить. Такой хороший чай купить где-то в Индии, на Шри-Ланке, в Китае у меня не получалось. Здесь я бы купил. Это было третье правило развития таланта. Возможно, вы еще наблюдаете его. У нас в политике в Москве открылся новый район Сколково. Сколково – это некоторое жалкое подобие американской силиконовой долины. Но дело в том, что у нас в России нет культуры поощрения высоких технологий. И поскольку таланты там не поощряются, как только государственные сильнейшие влияния прекратятся, Сколково, как технологичный район, сам по себе загнется. Правило третье – там не соблюдается. Правило развития таланта номер четыре – талант развивается, а не взрывается. Я объясню, что я имею в виду. Представьте себе поезд. Поезд стоит на месте. Если вы поставите деревянный брусок на рельсу, он просто не сможет двинуться с места. Но если талант, поезд, мчится на всей скорости, он и бетонную стену пробьет. Первая мысль, которая из этой метафоры рождается, то, что многие люди думают, у меня не таланта. Но ты не можешь знать, есть ли у тебя талант, пока поезд стоит на месте. Талант определяется по тому, насколько быстро твой поезд может ускоряться. Если ты очень быстро учишься, ты быстро прогрессируешь, ты быстро обходишь всех других людей, которые занимаются тем же самым, значит, у тебя есть талант. Но стоячий поезд никак нельзя определить, талант ли он либо нет. Второе правило, которое из этого вытекает, то, что талант развивается, а не взрывается, талант набирает скорость. Он набирает скорость, и это означает, что если мы начали чем-то заниматься, мы должны продолжать делать это больше и больше, и больше, не останавливаясь. Потому что следующее замедление и ускорение требуют огромного количества энергии. И нам будет трудно эту энергию найти. Поэтому, если мы разогнались, нужно дальше быстро-быстро-быстро бежать в закон инерции. Он еще по-другому так называется. Очень-очень важен в нашем саморазвитии. Итак, талант развивается, а не взрывается. Не ждите его сразу. Многие люди говорят, что он добился успеха за одну ночь. Вы знаете, что это занимает 8 лет, чтобы добиться успеха за одну ночь. Просто пока поезд едет к этой бетонной стене, разгоняется. Нам это не показывают. По телевизору показывают, когда поезд пробивает бетонную стену, кто-то стал талантливым за одну секунду. Нет, он до этого 8 лет разгонялся. Поэтому талант не взрывается. Он развивается. И последнее правило развития таланта, тоже очень важное. Он называется «Талант много ест». Я, конечно, не имею в виду то, что нужно просто много есть. Я имею в виду то, что талант поглощает слишком много наших ресурсов. Мы все знаем звезд. Мы знаем звезд рок-музыки, которые стали наркоманами, которые стали алкоголиками. До сих пор еще помнится история Майкла Джексона, который каким-то образом погряз конфликт с детьми. Я не думаю, что мы можем иметь какое-то право критиковать этих людей, потому что мы не знаем на самом деле, как это иметь такой сильный талант, который тебя пожирает, все твои силы. Потому что талант требует 100% фокусировки. И он занимает столько сил, что организм буквально жадно начинает искать эти силы по сторонам. Он их находит в алкоголе, часто в наркотиках. Майкл Джексон оказался в постели с детьми. Поэтому, если у вас есть талант, он начинает разгоняться, он приносит вам большое удовлетворение, и вы чувствуете, как вы растете как человек, задумайтесь о том, как вы будете кормить ваш талант. Потому что он будет есть. Он будет очень много есть в ваш талант. И если вы не найдете, чем его прокормить, он может вас погубить. С вами был я, Александр Герасименко, с пятью советами, как развивать свой талант и Сан-Франциско. До встречи в будущих видео. Пока.